Здравствуйте дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами поговорим о том, сколько времени нам нужно на приготовление вина. В интернете масса рецептов, где указаны конкретные сроки. Кто-то пишет вино за 16 дней, за 30 дней. Вот такие кулинарные сайты, где есть рецепты блинов, пирогов и плова. Там тоже есть рецепты вин, сидров и там тоже везде указаны конкретные сроки. Но виноделы, те кто уже некоторое время со мной, те кто подходят к виноделю профессионально знают, что конкретных сроков практически нет. Потому что виноделие это очень сложный процесс, процесс формирования вина. Это множество различных реакций и на них действует огромнейшее количество факторов. Все учесть просто невозможно. И какие-то более-менее конкретные сроки могут быть только в заводских условиях. Где есть контроль температур, где есть контроль химического состава, где есть множество вмешательств в случае необходимости. Там и подкормки, и кислоты, и еще куча-куча всего. То есть там еще можно говорить о каких-то конкретных сроках. А все, что касается домашнего и на деле конкретных сроков нет. И скажем так, что те, кто выставляют конкретные эти сроки 16 дней и так далее, к сожалению, эти люди от истинного виноделия очень далеки. И в принципе вот те новички, которые только входят в этот чудесный творческий мир, вы должны понимать, что это процесс сложный. Это процесс со множеством неизвестных и со множеством переменных. Ну а теперь все-таки поговорим немножко о конкретике. Что входит, какие процессы в формировании вина. Первое, это, конечно же, брожение. Помним, у нас есть брожение спиртовое, у нас есть брожение яблочно-молочное. Дальше у нас есть процесс осветления, когда вино из мутненького становится прозрачным. И еще есть процесс созревания. Конечно, за 16 дней вино может перебродеть. От вас иногда получаю комментарии, что дрожжи буквально сахар съели и дней за 5. Да, такое может быть, но это не очень хорошо на самом деле. Такой быстрый процесс. И вино все равно еще не готово. Да, его можно пробовать, да, его можно пить. Но оно еще совершенно не сформировалось. Знаете, как вот правильное сравнение, да, котенок родился или щенок. Они еще слепенькие. У них еще там ушки не сформированные. Они еще двигаться сами не могут. Страшненькие такие. А со временем вот они начинают там уже глазки открываться, ушки разворачиваться. Ходить начинают сначала неуклюже. Ну, человеческие детки, да, рождаются такие сморщенные старички. Часто с синеватым оттенком. А потом постепенно у младенца начинает нормально формироваться цвет кожи, да, меняются пропорции. Потом ребеночек начинает улыбаться через некоторое время. Потом присаживаться, потом ходить, ну, а потом вырастает. То есть это длительный процесс. Точно так же и с вином. Вот то, что оно отбродило за 16 дней, за 5 дней, за 2 месяца. Это еще не значит, что оно готово. Оно может быть вот этим вот маленьким слепым котенком. И как раз-таки ошибка основная вот начинающих виноделов. Вот только брожение закончилось, попробовали, и начинается такая, ну, я даже скажу, истерика. Ой, оно кислое, ой, оно горчит, ой, оно какое-то гадкое. Да, потому что оно еще не готово. На процессе брожения еще ничего не останавливается. И я как-то рассказывала, вот какое может быть молодое вино. Ну, поскольку мы сегодня все-таки говорим о сроках, то тоже, конечно, надо рассказать о том, что происходит. Вот когда вино отбродило, да, горчинка может быть легкая. Если там сильная горечь, ну, это уже могут быть проблемы. И причин может быть масса. На самом деле, что-то исправляемо, что-то неисправляемо. Отдельно есть ролик про горечь в вине. Ссылку оставлю. У него могут быть странные привкусы. Я в своих молодых винах, вот и с красным виноградом, моя стандартная смесь зилго-русский ранний Симоне, в молодом виде, вот как только заканчивается брожение, встречала такие привкусы, как огуречный рассол. Вот он есть со временем, он уходит. А следующее. У вот этих молодых вин, напомню, я делаю вообще без воды. И там сахар это крайняя мера, если только виноград не набрал свой сахар. И крайне отрицательно отношусь вообще к добавлению воды в виноделье, потому что у нас и так виноград набирает не всегда самые лучшие кондиции, разбавляет его водой, но это кощунство. Так вот, молодое вино часто, оно бывает такое вот ощущение, как будто оно разбавлено водой. Вот какая-то ароматика есть, и что-то такое водянисто. Со временем это тоже проходит. Все ароматы, они между собой женятся, претираются, претерпевают различные изменения, и происходит формирование вина. Кислота. Ну это вообще вот, не знаю, мне кажется, что уже про кислоту я все уши вам прожужжала. Молодое вино практически всегда будет кислое. Сахар ушел, кислота осталась, и этой кислоте еще нужно время. А если мы любители сделать вино из чего угодно, то понятно, что есть недозревший виноград, а давайте его на вино, то кислоты там будет много. Чем хуже виноград, тем больше в нем кислоты резкой и неприятной. Для хорошего вина надо хороший спелый виноград. Это обязательное условие. Ну и также много раз говорила, что вот эта резкая кислота, со временем она тоже уходит. Идет у нас яблочное молочное брожение, когда одна кислота более резко превращается во вторую, более мягкую, и вино начинает приобретать свои формы, скажем так, да, свой вкус. Также оно осветляется, на осветление тоже нужно время. Бывает, вот вы пишете, что ой, вот вино чуть-чуть там отбродило, оно еще мутно. Да, оно еще мутно, не спешите. Вину нужно время. Сколько я вам не могу назвать конкретные цифры, потому что процессы, вот эти, которые происходят биологические, с участием микроорганизмов, химически на них влияет огромное количество факторов, в том числе и химический состав изначально винограда. И то, как вы с ним обращались, как вы его дробили, сколько вы держали на мязге, какой виноград был сам по себе. Если вы используете столовые сорта, у вас сусло будет мутное и долго будет мутное. Если вы делаете вино из белого винограда, даже по красному способу, белые сусла осветляются сложно и долго. Это, скажем так, нормально. И каждое сусло, каждое вино, оно ведет себя по-разному. Ну, примерно, примерно брожение, вот спиртовое, оно может длиться где-то месяц, может быть два. Ну, это так, очень примерно. Яблочно-молочное брожение может быть вплоть до весны. Либо оно может начаться весной, и бывает, что оно идет чуть ли не полгода. То есть вот они, сроки. Может быть столько, может быть столько. Ну, на выпадение винного камня, как правило, если у нас температуры достаточно низкие, напомню, до минус 4, то выпадает винный камень довольно быстро. Осветление, я вам уже сказала, оно может быть там и месяц, и два, и три, и к весне еще вино может быть мутным. Красное, как правило, как правило, к Новому году уже более-менее прозрачное. Со светлыми до весны, до лета бывает, что нужно помочь. Их надо оклеить, чтобы они все-таки стали прозрачными. Да, такое тоже может быть. Его нам надо будет ждать, может быть, несколько лет. Потому что очень много факторов, влияющих на эти процессы. И стандартизировать их можно только в других четко определенных условиях. Только, допустим, один сорт винограда собраны только из одного места. Потому что виноград, росший в разных местах, он будет иметь разный химический состав. Брожение тоже в четко контролируемых условиях, с температурами, совсем на четко определенных дрожжах и так далее, и так далее. Вот тогда, да, можно прописать, ну, как на заводах. Плюс-минус прописывать техкарту всех процессов. В домашних условиях мы такого не сделаем. И даже вот после выпадения винного камня, после осветления, все равно еще идет формирование вин. Идут окислительно-восстановительные реакции. А сначала, вот когда у нас вино немножко касается кислорода, идут процессы окисления. Потом, когда мы закрываем в бутылке, идет процесс восстановления. И в это время формируется букет, формируется ароматика вин. И для разных вин, в зависимости от их химического состава, эти сроки могут быть очень и очень разными. И есть вина, которая, ну, можно пить молодыми. В принципе, да, вопрос, когда можно пить вино. В принципе, на любой стадии. Вы пробуете, вам приятно, пожалуйста, употребляйте. Но если вот вы попробовали, а ваше вино какое-то вот там с горчинкой, выпирает какая-то вот составляющая, кислота, еще что-то, это не значит, что ваше вино плохое, испортилось. Частый вопрос, ай, вот оно кисло, оно испортилось. Нет, просто ему надо время, чтобы кислота вот эта ушла, чтобы терпкость вот эта ушла, чтобы тонинность, эта она смягчилась. И каким-то винам для этого может понадобиться действительно пару месяцев. И какие-то вины мы можем, вот оно отбродило, и в принципе даже не дождаясь выпадения винного камня, сейчас пару слов скажу про это, можем употреблять. А другим может понадобиться вплоть до нескольких лет, чтобы все вот это вот смягчилось, все это между собой притерлось, и мы получили вкусный, приятный напиток. Назвать конкретно по сортам я вам не могу. Это все творческий путь. Это все надо пробовать на своем опыте. И никак иначе. Конечно, какие-то данные мы можем получить на форумах, когда кто-то уже работает с таким-то сортом и говорит, что вот этим винам надо выдержка, вот этим винам не надо выдержка. Но в ваших конкретных условиях картинка может немножко отличаться. Ну, немножко примеров. Вот бело-розовые прибалтийские сорта. Я их делала в игристом. Я их когда-то делала в сухом варианте, и все вместе, и отдельно белые, отдельно розовые. Вот их, кстати, можно пить в молодом состоянии. И если мы делаем игристые по типу пятната, то к Новому году они уже вкусные. Можно подождать до весны. До весны, скажем так, идеальный вариант. К 8 марта вполне. Если говорить о сухих вариантах, то это тоже где-то весна вполне. А можно и раньше. Они могут плоховато осветляться. Иногда им надо помочь в этом. Ну, вот их можно пить в молодом возрасте. Тот же реформ, много раз про него рассказывала. У него иногда к весне проявляется летучая кислотность, и появляется такой, ну, как перезрелых фруктов аромат. Вот, с учетом того, что мы же работаем без добавления серы и всего остального. Может быть, немножко легкая уксусная составляющая. Но это не уксус, это летучая кислотность. Это совершенно разные понятия. А потом он уже начинает приобретать свои формы. И тоже я показывала в этом году. Я открывала вино 2019 года. Шикарное. Просто шикарное. Все там было замечательно. Кстати, белые вины тоже вот на реформе я пробовала. Для ускорения созревания можно зимой выставлять на свет, на холоде. А вот точной температуры я вам не скажу. Потому что где-то вот в учебниках я эту информацию встретила. Ну, там просто было, что вот зимой на свету. И я пробовала с реформом. А я пробную там бутылочку или две выставляла на балкон в марте. Еще был на улице морозик. У меня на балконе легкая плюсовая температура. И недели две или три оно так стояло. Очень сильно поменялась ароматика. Кардинально. Я бы сказала, ни цвет, ничего. Все вот оно светленькое, красивенькое. Но ароматика из такой грушево-фруктовой перешла в цветочную. Вот как мне напоминает, как ромашки. Да, вот эта пыльца желтенькая, одуванчики. Ну, вот что-то такое. То есть немножко кое-что можно ускорять. Но опять же, вы должны понимать, что каждый сорт ведет себя по-своему. И понять, как он себя поведет, можно только попробовав на своем собственном опыте. Да, это долгий творческий путь. Но он же интересный. Это же каждый год мы ждем сезона, чтобы что-то попробовать, внедрить новенькое. Посмотреть, как себя поведет то или иное вино. Но если не хватает терпения, если не хватает выдержки, то, наверное, проще пойти в магазин и купить, честно говоря. Ну и все-таки на что нам хотя бы немножко ориентироваться. Если у нас вина очень ароматные, из очень ароматного винограда, те же мускаты, те же прибалтийские ароматные сорта, то их как раз-таки можно и нужно употреблять в молодом возрасте. Они в молодом возрасте вкусные, хорошие, со временем могут терять свой аромат. Если же у нас вина кислотная, тонинная, из винограда типа Каберне, может быть еще множество других сортов, просто я тоже не со всеми работаю. И ответить вам на вопрос, а вот ваш виноград, вот его можно столько держать или не можно? Я не знаю. Вот то, с чем я работаю, я могу сказать. Да, вот это можно, вот это не можно, вот этому столько надо времени. То, с чем я не работаю, я вам не скажу. Либо ищем на форумах, ну, либо все на собственном опыте. Так вот, тонинные, кислотные типа Каберне, вот им нужно дольше времени. И это может быть и год, и два. Но если мы проявим вытяжку, то мы получим классный продукт, который мы будем пить с удовольствием. Да, еще пару слов. Когда говорила о винном камне, сказала, что мы чуть-чуть продолжим эту тему. И как-нибудь, может, поговорим еще отдельно в мифах. О виноградном вине их очень много. И, к сожалению, такие иногда очень странные, что вот молодое вино нельзя пить, пока не выпадет винный камень, потому что он осядет у вас в почках. Ну, ребят, это вообще бред. Кратко объясняю, почему. Винный камень может попадать в виноградном соке. У некоторых сортов сок отжали или даже делаем вино, только с мезги сняли, там песок какой-то. Это винный камень. Так что у нас сок редный. Нам сок почки забивает. С таким же успехом можно говорить, что ягоду виноградную есть плохо в больших количествах, потому что там же винный камень. Пока винная кислота с солями и калием не соединится, винного камня еще нет. Есть калий и кислота. И если у нас винный камень не выпал, он выпадает довольно быстро. Вот это соединение, оно идет очень быстро при определенных условиях. И там просто нет. В молодом вине винного камня нет. Поэтому в ваших почках оседать некому. Во-вторых, винный камень вообще используется в медицине как мочегонное средство, как средство избавления от отеков, как средство для профилактики инфекции мочевыводящих путей. Ну, еще там по некоторым показаниям. Так что вреда от него точно нет. Единственное, я вас очень прошу, не надо выковыривать этот винный камень, собирать и пытаться заниматься каким-то самолечением. Вот этого точно делать не надо. Если у вас какие-то где-то проблемы, что-то надо полечить, идем к докторам, специально обученным людям. Пусть они вас консультируют и рекомендуют, что употребляясь. Все вот это вот самодеятельность, она ни к чему. Но винный камень в ваших почках точно не осядет и ничего вам там не сделает. И еще одно маленькое замечание для торопышек. Молодые вина, у которых еще где-то не совсем закончилось брожение, мало того, что я уже сказала, они такие могут быть нескладные, они еще и дурные, скажем так. Они бьют по ногам, они могут бить по голове. Я, честно говоря, не нашла в литературе, не особо и задавалась этой цели, не хватать на все времени, причину вот этого действия молодого вина. Почему оно такое хмельное? Ну, это факт. Поэтому, может, стоит набраться терпения все же, чтобы вино успокоилось и оказывало на нас благоприятный эффект, а не вот это вот непонятный хмель. Опять же, сроки, когда оно вот из такого становится другим, я вам назвать не могу, потому что я их сама не знаю, и надо смотреть, надо пробовать. Предполагаю, что когда закончатся все этапы брожения, по крайней мере, спиртовой, его быстрая и медленная стадия. И подводя итог, сроки изготовления вина очень разные. Ну, конечно, никак не 16 дней. Честно говоря, вот так, немножко из опыта, хотя бы месяца два. Хотя бы месяца два. Потом уже можно пробовать, если вам нравится, приятно, вкусно, можно употреблять. Если вам что-то не нравится, неприятно, невкусно, это не значит, что вы что-то сделали плохо. Это значит, что надо просто проявить терпение. У вас еще слепой котенок или щенок. И ему надо время. Поэтому набирайтесь терпения. Желаю вам удачи. На этом прощаюсь. Спасибо вам за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под видео, нажав кнопку «Еще», ссылка на каталог наших сортов и награды, и мои контакты. До новых встреч!